Маргарита, приветствую тебя. Я очень тебя благодарен и очень тебя прошу, давай поговорим о экологии, потому что это очень интересная и важная, даже до катастрофичности важная, как говорили, архиважная тема сегодня. Маргарита, я знаю, что ты преподаватель, преподаватель английского языка. Да, совершенно верно. Но я тебя с большим интересом буду слушать, но сначала я хочу маленькую такую прелюдию сделать про экологию. Дело в том, что исходя из того, что сейчас экология так разрушена, что появляется много всяких и фактов, и фейков, и истину трудно различить, потому что тайна не потому, что тайна, не потому что ее прячут, а именно запутанно. Много этих фейков, много небылицев, сейчас там Билл Гейтс, сейчас там Трамп, чипирование, вакцинация. У людей голова вот такая, у меня тоже была такая, пока я не стал разбираться, что это такое, хотя я не специалист в этих делах, абсолютно. Ну, в конечном счете я пришел к какому-то пониманию, я о нем тоже скажу, но сначала вот эту прелюдию сделать. У меня был интересный разговор с величайшим астрофизиком, академиком Шкловским, который мне сказал о том, что нету больше никого нигде во Вселенной, что человечество на планете Земля – это уникальное явление. Я его спрашиваю, ну как же так, а ведь контакты же должны же быть, мы же все-таки ищем братьев во Вселенной. Все фантасты об этом писали в свое время и сейчас пишут контакт с братьями по разуму. Ведь хочется быть в каких-то таких отношениях, ну в первую очередь потому, чтобы встретить тех, которые знают уже больше нас, чтобы получить какую-то информацию, там может быть технологии, может быть еще раз удостовериться в том вечных человеческих ценностях, о любви, о сопереживательности, о созидательности. Может быть мы по этому ищем, но он сказал, слушай, мы не найдем, и вот по какой простой причине. Мы уникальны на Земле во всей Вселенной, потому что разум говорит, сам себя истребляет. Я говорю, как это так? Он говорит, ну пока он развивается, он создает кнопки, он создает науку, техногенные вещи и так далее. И вот посмотри, вот сейчас холодильники, вот фреон в холодильниках. А он, говорит, накапливается там где-то в ионосфере, и он неуничтожим. Молекула, говорит, фреона неуничтожима. Или, например, говорит, сельва. Сельва – это леса, это легкие планеты. И без этого невозможно жить. А мы ее, говорит, вырубаем, делаем целлофановые пакетики, и они неуничтожимы. Ну вот, и ты представляешь, говорит, пока человечество доходит до какого-то уровня понимания, оно уже само себя истребляет. И вот так, говорит, по его логике, на всех планетах, если там где-то и зарождался разум, то он тоже как бы вот проходит путь. Ведь у нас эволюция происходит и внутренняя биологическая, и социальная, и техническая революция. И эти все процедуры, они как бы приводят к тому, что человек сам себя уничтожает. И вот я, когда слушал вот этот доклад, мне прислали, как говорил Билл Гейтс, от СО2. И он там говорил, что этот самый накапливается, накапливается, и есть несколько параметров, когда бы можно было бы улучшить ситуацию. Ну и, например, он говорил о том, что я так понял, что лучший вариант – это когда бы перевести потребление. Ну, например, делать ветряные мельницы и делать солнечные батареи. Ну, так я говорю общими словами. Ну, условно, да. Да, вместо того, чтобы там газ добывать там… Ну, углеводороды. Уголь сжечь там и прочее, десятые. Ну, об этом речь. Ну, естественно, что поставщики этих углеводородов, наверное, не очень заинтересованы в этом, а другие, наоборот, очень заинтересованы в ветряных мельницах. Ну, короче говоря, здесь, видимо… Конкуренция. Интереса. Интереса такая. Еще я заметил, что они из этого доклада, масса людей, особенно заинтересованные, выбирают какой-то кусочек. Например, что надо сократить людей на планете. А он там говорил в порядке рассуждений. Ну, это как я, например, размышляю. Вот мне эту картину сюда поставить или все-таки сюда? Вот у меня человек со свечой, да? А там солнышко. Что человек возник потому, как он научился добывать огонь. А потом он уже забрал колесо, потом уже тушь, порох и так далее. Ну, вот, а Наташа мне говорит, а давай мы картину назовем «Свет в конце туннеля». Я говорю, ну, может быть и так. Правда же? Вот. Можно по-разному понять, как это выглядит. Но нам же нужен свет в конце туннеля. Надо разобраться. Я разобрался, что вот это вот фейковые вещи, когда из доклада какого-то, какой-то кусок берут, дают свое звучание. Ну, например, то же самое из доклада Грефа, когда он рассмышляет о том, что разве можно людям давать знания, им же тогда трудно будет управлять. Тоже кусок взяли. Да, да, да. И начинают везде вот, кто недостаточно понял или кто наоборот. Я не за Билл Гейтса и не за Грефа. Я не политик, во-первых, и ни в этом, ни в другом не разбираюсь. Я просто говорю о том, как делаются фейки и как они будут ражать человечество. Совершенно верно. Это первое. Второе, вот то, что говорил Шкловский. А я ему тогда сказал, Иосиф, ты знаешь, говорю, все-таки сельву-то мы превращаем в целлофановые пакетики, и это минус. Но есть же еще какой-то момент плюс, а есть же люди, которые работают против этого. Есть люди, которые пытаются придумать что-то, борются за экологию, объясняют и так далее. Ну, как есть, например, пуля и броня. Пулю сделали сильнее, тоже создали броню покрепче. То есть вот это как раз-таки борьба добра и зла, она все время происходит. И, наверное, все-таки позитив победит, я так говорю. А он говорит, ну, ты просто оптимист. Идеализм, оптимист. Да, ты просто оптимист. Ну, вот же вот есть люди, которые, ну, он так считал. Ну, что делать? Я хочу тебя спросить. Вот сегодня экология в таком положении. Ты оптимист, ты смотришь на то, что мы... Вот я оптимист. Сам академик сказал. Австралийник. Ну, ты как считаешь? Я, в общем, скажем так, я в стратегическом плане, вернее так, в тактическом плане я оптимист. То есть я считаю, что вот каждую проблему, которая возникает в жизни, ну, та или иная проблема, на нее нужно смотреть положительно. И искать какие-то позитивные моменты, ну, в любой проблеме возникающей. А в стратегическом и глобальном плане я фаталист. Я, например, четко уверена, ну, у меня есть какое-то такое внутреннее убеждение, что мы не первая цивилизация на Земле. И сколько там цивилизаций этих не было, они погибали не потому, что сильно умные становились и разум начинал неподконтрольные какие-то совершать движения, а потому, что не была выполнена задача. То есть вот у каждого человека, который приходит в этот мир, есть своя задача. Я в этом четко уверена. И, например, моя жизнь, это, ну, до какого-то этапа был поиск этого смысла и этой задачи, а сейчас уже выполнение этой задачи. То есть когда я поняла, зачем я пришла в этот мир, я стала искать средства, как эту задачу выполнить. Вот. И я считаю, что цивилизации, которые приходили на эту планету, они тоже имели какую-то свою задачу. И цивилизация, вот она развивается, и мы всегда стоим, у нас всегда перед нами есть выбор, так поступить или так, правильно? И в какой-то момент цивилизация принимает неправильное решение. Ну, как человек может принять неправильное решение? Не потому, что оно неправильное, а потому, что вот есть два совершенно равнозначных решения. Пойти этой дорогой или этой дорогой. Не то, что там пойдем плохим путем или хорошим путем, просто потом отвечаем за свои последствия. Вот та цивилизация, которая сейчас пришла, она стоит на той грани, когда уже пора расхлебывать эту кашу, которую мы заварили. Понимаете? В этом веке, вот действительно в 21 веке заговорили об осознанности. Ведь до 21 века люди жили либо по той модели, которую им передали предки, либо по инерции. Ну, то есть вот человек запустился где-то на старте, он получил, ну, как вы помните, Советский Союз. Какие у нас были мечты, да? Закончить школу, получить образование, жениться, родить детей, машина, дача. И выйти на пенсию, чтобы было пальто. Дерево посадить и сына воспитать, да? Да. Ну, это, скажем, это больше, это была не инерция, это больше была вот та вот задание, ну, как я это обозвала? Сейчас скажу. Это была установка, которая от прошлых поколений шла. Дерево, сын, дом. А еще была инерция, которая уже в жизни. Вот запустили, и все, пошел по этой инерции. И вдруг в 21 веке прозвучало это слово осознанность. То есть человек вдруг задумался, опаньки, хорошо, это я сделал, а дальше что? Зачем я вообще, я что, пришел сюда деревья сажать или детей плодить? Да? И тогда начинается, и тогда осознанность начинает тобой твоими поступками в каком-то плане руководить. То есть, ну, например, приходишь в магазин, ну, там кофточка виситой, да, хорошая. А ты задаешь вопрос, а нужна ли она тебе? Сейчас, сейчас, секундочку. А разве само-сознание? Во-первых, слово осознанность, мне кажется, это просто так мы взяли, опять же, в нашу культуру, из западной культуры. У нас было понятие сознательность, сознательное отношение, но это же одно и то же. Я думаю, скорее из восточной, а не из западной. Потому что вот эти вот практики, которые самосозерцание, вообще человек живет, да, сейчас большинство людей, я так понимаю, живут, не прислушиваясь к себе. Во-первых, многие... Восточные взяли сначала западные, оттуда мы взяли. Ну да, запад взял с востока, а мы уже оттуда. Ну, даже путь даже не важен. Важно то, что это появилось. Это и появилось не раньше, а вот именно вот в этот вот период. Почему-то это на наше поколение пришлось, да. То есть, ваше поколение, я там чуть-чуть младше еще. Те, которые сейчас приходят в этот мир, я же общаюсь с учениками, у меня диапазон там от третьего класса до депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, понимаете? Не потому что... Ну, потому что мне интересно с разными категориями работать. И я от них очень много могу взять. Эти дети, которые приходят, они уже приходят такими. У меня сидит мальчик такой четвертого класса и говорит, я, когда вырасту, буду вегетарианцем, мне сейчас родители не разрешают, потому что я люблю животных, я не хочу их убивать. Но мне сейчас... Понимаете, он в четвертом классе это говорит. То есть, вот и таких детей, которые обладают каким-то... Вот у меня такое впечатление, что они информацию черпают даже... Им даже книжки не надо читать. Вот они читают из вот этого информационного поля, в котором мы находимся. Но мы в силу... Да, в которой находишься. Среда, да. Это ноосфера, о которой говорят... Ну, это имеется в виду коммуникации, информация из любых, так сказать, сетей. Не только там из ионосферы. Есть такое понимание у людей некоторых механическое, что вот эта ноосфера, это есть некая такая вот сущность некая такая вот, куда мы подключаемся, как телепатические. Но есть такое в эзотерике. Ну, я где-то с этим согласна. Это даже не эзотерик, это Юнг, по-моему, говорил про это. Да, у него на сознание там оперировал. Это же есть... Это сегодня у нас, когда интернет, мы уже и не знаем, откуда мы берем информацию. Потому что мы, допустим, спим, а в это время радио раньше работало, мало было. А сейчас интернет, мы всегда вот видим и то, и другое. Вроде не обращаем внимания. Через два дня делаешь открытие. Вот сидишь и думаешь, елки-палки. Оказывается, ты это услышал там, кто-то кому-то рассказывал, а ты думаешь, что ты с ионосферы получил там или еще. Ну, не будем об эзотерике. Ну, сейчас, да. Но если такие раньше происходили, я их всегда с, как это сказать, я всегда связывала с тем, что где-то есть это хранилище информации, это информационное поле, к которому некоторые люди могут подключаться. Ну, да, это опыт человечества. Опыт человечества плюс коммуникации, которые есть здесь и сейчас, как любят говорить, вот сейчас. Очень много источников информации. Даже в тех же книгах, которые мы читаем, мы не всегда обращали внимание на те или иные места. А потом в другом возрасте ты вдруг ее читаешь, и, господи, а вот же там лежит. Потому что... Совершенно верно. Ты уже созрел до этого. Да, конечно, конечно. Вот это все, если символизировать, это и будет вот эта сфера. Ну, вот, и на чем мы стоим, что вот это поколение пришло. И вот посмотрите, этот вирус, ну, я... Ну, знаете, как религиозные люди говорят, о, это вот кара божья. Я считаю, что, ну, во-первых, это было закономерно, что он просочился, и об этом как раз говорит Билл Гейтс. Потому что у человека есть такое... Вот это вот то, что он царь природы, и это ему позволяет обращаться с какими-то вещами в мире очень фамильярно. У меня такой пример. У меня был одноклассник, и он рассказывал, что он, когда служил в ВДВ, у них был какой-то совершенно невероятный мастер, инструктор по прыжкам с парашютом. И одно из главных правил – это ты сам складываешь парашют. Ну, вот ты пришел, сложил парашют, и ты знаешь, что ты его правильно сложил. А он в какой-то момент начал там чуть-чуть это, отпрыгали, и он кому-то дал сложить свой парашют. И он разбился. Понимаете? То есть человек достигает вот какого-то уровня мастерства, у него уходит вот это... Безпособность. В любви сказано, страх Божий. Безпособность. Адаптируется, адаптируется, перестает внимание обращать. Я могу дополнить. Вот сейчас, что я раньше занимался обеспечением надежности деятельности энергетиков, и там, оказывается, аварии, когда случались вот эти диспетчеры, погибали чаще те, которые, во-первых, новички, которые еще не знали таких ситуаций, они терялись там, да, и ветераны. Почему? Потому что ветераны уже настолько были адаптированы, настолько у них там пренебрежение к тому, что происходит, что он мог голой рукой за провод схватиться электрической случайно. Но это вот ситуация та же самая. То есть это закономерно. Ну вот я считаю, что есть элемент, знаете, какой в этот? Не только механистический, вот это доведенное до автомата действие, которое на каком-то этапе не срабатывает. Мне кажется, это элемент такой гордыни. То есть, а, я уже все могу. То есть, и вот это отношение с природой, такое слегка снисходительное, фамильярное. Ведь вирус, я впервые когда услышала, я же услышала это из американских источников, то есть еще у нас в новостях ничего не говорили. Я как раз была в санатории. И я там искала по своей теме. У меня не в порядке щитовидная железа. И я начала отматывать, почему я с медициной так, ну, на «ты» скажем. Потому что я начала копать причины. И пришлось очень много перелопатить разные литературы. И когда я это все услышала про этот вирус, у меня мысль была такая, мы попали. Потому что я понимаю, я выросла в семье медика. У меня в институте, мы же педагогический вуз заканчивали, у меня этот диплом медсестра гражданской обороны. Мы этот противочумный костюм до автоматизма, то есть так вывернуть эти перчатки, чтобы ни к чему не прикоснуться, эти несколько слоев одевали. И я понимаю, что вирус, если он попал в человеческую среду, то очень маленький шанс его ограничить. Особенно, если это воздушно-капельным путем передается. А если это в Китае, если это миллиард, полтора миллиарда населения, то есть мы были обречены на то, чтобы он ушел в свободное плавание по всей планете. Кто-то посчитал, что он же измеряется, этот вирус, в каких-то наноединицах, нано. И вот посчитали, что если взять все вирусы у всех заболевших людей и сложить их вместе, то это два грамма. То есть два грамма вируса восстановило планету. Уже почти сколько месяцев мы пробуксовываем. Но обратите внимание, что происходит в этот момент, когда появляется вирус. Значит, у меня половина учеников была онлайн, половина – очные занятия. Ну и все мамочки, бабушки такие, ой, мы не понимаем в интернете, это несерьезно. Значит, педагог пришел домой, это понятно, что он пришел домой. А если он онлайн занимается, то это непонятно, за что деньги платишь. Значит, сейчас пришлось вынужденная ситуация. Я перешла работать на удаленку. Значит, что я по этому поводу имею? Я не езжу на машине. У меня бак бензина был с февраля месяц, а потом вот недавно заправила. Я не ношу одежду. Так я, значит, вынуждена стирать каждый день, потому что я должна свежо выглядеть. Я не пользуюсь косметикой. Я, пардон, душ даже реже принимаю, понимаете? Потому что мы экономим гигантские ресурсы. И таких, как я, я по своим не только коллегам, а по другим спрашиваю у детей, где родители. На удаленке, на удаленке. Все айтишники, бухгалтеры. Я не понимаю, зачем бухгалтеру приезжать в офис работать? Тогда он все сидит, может, компьютер настроен, ему инвойсы спускают. Он это все заполняет, отправляет обратно. У меня половину моих знакомых перешло работать на удаленку. И я так понимаю, что природа просто ликует и радуется по этому поводу. Да, это те плюсы, это те плюсы, кроме минусов. Это понятно, я согласен, да. Есть и плюсы тоже. Есть плюсы, и люди будут адаптироваться. Будут какие-то, ну, точно еще сказать нельзя, какие сейчас пострадала, положим, та же туристическая. Особенно жены будут довольны, потому что мужья им изменять будут меньше. Ну, если не поубивают друг друга, тогда да. А это уже минусы, что когда люди не привыкли общаться между собой в тесном таком единении, то неизвестно, что происходит, потому что они настолько неадаптированы к сосуществованию такому тесному. Потому что раньше человек мог пойти на волейбол, на футбол, посмотреть там, с друзьями встретиться, посидеть, пиво выпить. А сейчас он сидит все время со своей женой, со своими детьми. Вы представляете, что это такое? Я представляю. Вот я, например, хочу выйти на балкон, а мне вот человек, который рядом со мной находится, или они, которые рядом находятся, говорят, слушай, закрой же ты эту дверь, слушай, дует. А мне как раз воздух нужен, я астматик, к примеру, да, а им холодно. Вы представляете, что это такое? Это конфликтная ситуация. Это уже минусы, да, это уже минусы. Во всяком деле есть плюсы и минусы. И оптимист выбирает плюсы, а пессимист выбирает минусы. И я вообще считаю, что этот вирус появился еще и потому, что люди пошли по вектору материальных ценностей ради выгоды, ради тщеславия, ради еще чего-то. Эгоизм, когда возобладает над гуманизмом, альтруизмом, сопереживательностью, любовью, созидательностью, когда вот это. Тогда и возникают такие вещи, потому что вирусы изобрели. Изобрели. Почему? Если бы человек думал о последствиях, он бы не появился. Он бы не появился. Потому что когда изобретатели что-то изобретают, ну, надо же грант получить какой-то, грант получить ради... То есть вот вопрос борьбы добра и зла в человеке постоянно стоит как выбор при решении любого вопроса. Абсолютно согласна. Каждый раз человек стоит перед этим выбором быть человеком. Или сейчас посмотреть, да ладно, как-нибудь пронесет, ну ладно. И вот это вот... Фамильярность. Вот это фамильярность, о которой я говорю. Пренебрежение. Да, пренебрежение. Гордыня. Гордыня. Вот смотрите. Насчет конфликтности и вот этой вот напряженной обстановки. И здесь выходит плюс номер два. Значит, смотрим на сайты по продаже недвижимости. И по аренде недвижимости налито. Ну, раньше на Тенерифе домик стоил 70 тысяч рублей в месяц. А теперь в Ленинградской области с комарами, мошками, значит, и болотами. Но, значит, у всех напряженная ситуация с детьми, с мужьями, с родителями. Мы с мужем 16 лет уже назад сделали выбор. У нас стоял тогда такой выбор. Купить однокомнатную квартиру в городе со всеми удобствами. Или купить под Питером вот этот домик. Здесь не было газа. Мы топили две печки. Здесь не было воды. Мы ездили купаться и стираться к нашим друзьям. Раз в неделю там. Или два раза в неделю. Постепенно цивилизация, конечно, пришла. Скважина появилась. Но сейчас у нас участок 17 соток. Я хочу подышать свежим воздухом. Я вышла на участок. У меня все лето свежие овощи и фрукты. То есть у меня палеодиета. У меня салаты, огурцы, помидоры. У меня все свое. Я захочу кур, я разведу кур. Перепелок, перепелок. Понимаете? Я понял. Есть плюсы. А теперь скажите, что делать... Когда надо оперировать человека. Что как будут врачи учиться на дистанционке. Когда раньше в академиях медицинских учились. Как за уточкой утятки ходили за профессором обход. И он смотрел больного. Они ему докладывали. Они учились. И он им показывал, что такое перкуссия. Что такое осмотр. Что такое пальпация. Как они будут вот это все? Будут учиться. Будут учиться. Во-первых, очные занятия никто не отменял. Просто не надо шесть раз в неделю ездить в институт. А достаточно два. Надо как бы найти способ находить варианты. И чтобы ученые лучше соображали, как изобрести в этих новых условиях новые возможности. То есть для развития человека тоже это полезно. Это плюс. Это плюс. Ну вот смотрите, мы уже нашли три плюса. Значит, сейчас из больших городов люди должны, должна быть. Ведь посмотрите, те страны европейские, которые живут в меньшем скоплении людей, которые не ездят на лифте в 20-этажных домах, в которых нет вот этих вот тесных условий, они легче переживают. И сам карантин, и заболеваемость ниже. То есть люди должны уйти из этих муравейников. Это однозначно. Особенно Россия. Но я понимаю Япония. Я понимаю там, что какие-то вот эти страны, которые густонаселенные, ну Россия, ну вот такие территории. И мы ютимся в этих свечках, где негде детям выйти на площадку погулять. Это просто безобразие. Я считаю, что сейчас совершенно должен быть курс на освоение пригородов, загородных территорий, каких-то развития инфраструктуры. В маленьких домах населением там от 300 до, от 30 до 300 тысяч. Вот такие вот города должны развиваться, иметь свою инфраструктуру. Я, ну, была возможность, я уже училась в Соединенных Штатах. И ездили мы по штатам. То есть заезжаешь в маленький городок, там один светофор. Но там частная врачебная практика. Раз, два, три, четыре, пять. Свой донтист, школа рисования, балетная школа, конкурсы красоты. Один маленький город, у них конкурс воздушные шары. Другой маленький город, джазовый фестиваль. Третий маленький город, ярмарка средневековья. Все ходят в костюмах, там какие-то кузнецы работают. И люди со всех ездят туда-сюда. Это очень интересно, какие-то свои собственные фишки. Люди этим живут и совершенно не страдают от отсутствия коммуникации, от отсутствия каких-то связей. И если захотели в оперный театр в Чикаго съездить, так это 100 долларов стоит билет и 20 долларов стоит самолет туда-обратно пролететь. Понимаете? Не такие большие деньги. В большой театр дороже стоит. Сервис-то нормальный же должен быть, правда же? Прекрасный сервис. В маленьких городах, то есть они автономные. Это же не означает, что они там без туалета живут и не моются, правда же? Абсолютно не отличить. Вот приезжаешь на ферму, там огромный дом, три туалета. То есть у людей не то, что туалет на улице, а положено, что есть гостевой туалет, гостевой туалет в спальне у родителей и у детей туалет. Для того, чтобы так жить, надо же иметь и такую инфраструктуру. Воровать надо меньше. Я бы сказала. Я поэтому к этому и клоню, что по существу коронавирус возник. И эта эпидемия возникла. Потому что люди нарушили баланс между духовными и материальными ценностями. Кто-то ради выгоды своей что-то сделал, не думая о том, что будет для людей как. То есть эгоизм свой проявил и вот эти слабые качества своего человеческого начала проявил, вместо того, чтобы усиливать сильные качества. Вот этот вот перекос и создает вот эти пандемии. Потому что я знаю, вот в Махачкале, например, врачи не могли сказать главврачу что-то, что должны были сказать. Потому что боялись потерять рабочее место. А те боялись сказать выше. То есть это вся страна, сложно подчиненное предложение, где инициативу человек не может проявить, потому что в следующий раз ему начальник скажет, ты вместо того, чтобы там это делал, ты бы лучше делом занимался. Однозначно. Однозначно. И почему в Китае это произошло? Потому что там точно такая же ситуация. Там попытались сначала это очень сильно. Но на самом деле, я источники почитала, ученые все-таки склоняются, что такой вирус еще мы не можем создать. Все-таки этот вирус естественного происхождения, просто он был на изучении, как и любые вирусы. Ну если построили целый институт вирусологии, да? Но он просто утек. Есть интересно, ну правда на английском языке, если вы слушаете, я найду вам интересно. Вот подробно там по дням рассказано, что было в газетах, как они почищали файлы, как они старались, чтобы это сначала не ушло за пределы Ухани, потому что в ней ушло за пределы страны. Я понимаю, мы потом еще, я надеюсь, встретимся, еще раз поговорим. Но я хотел сказать, что вот академик Чучарин сказал, что чтобы сделать вакцину, надо не меньше там года полтора. Я его очень уважаю, потому что он мне в свое время помог со своей моей справиться, а я потом у него был после пожаров в Нижегородской области, к нему приехал показать хлест, там как эти верхушки легких сходятся, расходятся, как кислород больше поступает. Хотя он меня прямо ввел в аудиторию, говорит, давай студентам моим рассказывай, я им показываю все это. Вопрос заключается в том, что сейчас вот идет вот эта массивная пропаганда, и люди боятся, что их начнут вакцинировать принудительно. А это же тоже создает, кроме плюсов, о которых мы сейчас говорим, минусы. Потому что да, действительно, надо просто людям какое-то разъяснение, что не надо этого бояться, потому что не будет этого принудительного вакцинирования. Потому что все пишут, нет, надо, потому что вы не представляете себе, вы врач, как вам не стыдно, мне говорят, там пишут в личке, как вам не стыдно быть против обязательного вакцинирования. Это не принудительное, говорят, это обязательное, говорят. Ну, там кто разберется, а вот тут вопрос такой. Если вакцины нету, а ее надо делать, академик Шучалин сказал, полтора года, не меньше. Даже лекарства, чтобы проверить какое-то, надо не один год. Сколько побочек потом вылезает через поколение, через два. Сейчас же уже люди умные, понимают, даже лекарства, не только такие серьезные вакцины. Как же можно это делать принудительно? Нет, говорят, не принудительно, это обязательно. Это, ну, короче говоря, вопрос такой. Что вы говорите? Смотрите, каким образом могут нам, нас могут ограничить в нашем выборе? Вообще, выбор у нас все-таки не, как это, государство все-таки не диктаторское, да? У нас не диктатура, у нас все-таки демократия. Поэтому наш выбор могут только слегка ограничить. Ну, например, скажу так, обязательная вакцинация для врачей. Вот. А что, если они все вымрут от побочек, то кто потом лечит людей будет? Ну, во-первых, смотрите, что такое вакцина? Во-первых, есть уже алгоритм создания вакцины от очень многих заболеваний, от вирусных заболеваний. Посмотрите, есть алгоритм. Я верю академику Чучарину, я его лично знаю, он мне чрезвычайно помог, и мы с ним встречались, он меня уважает, и поэтому он допустил меня до студентов, говорит, показываем синхрогимнастику и другие приемы. Я ему верю, если нужно не меньше одного года, а полутора, кто имеет право, если сказал академик, специалист, который этим занимается, знает весь международный опыт, ездит на эти международные конференции, оперирует, пересадки легких делает. Если он говорит, что полтора года не меньше надо, Путину говорил он. Хасай, во-первых, он тоже не вирусолог, он не вирусолог, давайте, давайте, ну ближе, ну сейчас уже мы все очень близко, понимаете? Понимаете? Значит, смотрите, есть опыт вируса, значит, вот на одном из сайтов, которые я вам давала ссылку, американский опыт, не то, что полтора года, некоторые вакцины создавались 17 лет, 17. Но это было до 90-х годов. Я приехала, когда в Америку, я узнала, что есть вакцина от ветрянки, от свинки, от менингококкового, чего-то там, менингококкового, очень разных, очень много вакцин, от какого-то воспаления легких, бактериального, есть вакцины. Мы про это здесь, гепатит, гепатит B вакцина, у них обязательно там на второй или третий день рождения делают дети. А мы все, я заболела свинкой в 25 лет, я чуть не умерла. И в 30 лет я заболела ветрянкой, я тоже чуть не умерла. У меня была такая температура, это было просто страшно. То есть я не переболевший в детстве, ну не садовый ребенок, но есть же вакцина сейчас, понимаете? У меня сейчас у соседки дети три месяца кашляют, кашляют три месяца. И наконец-то пришла врач, не молодая участковая, а на замену поставили пожилую. Она говорит, это как Лёш, оказывается у нее дети не привиты. Вот вы понимаете? Я понял, понял, Маргарита, одну секунду. Это минус из того, что они не привиты. А если бы они были привиты, что было бы, мы же не знаем. Значит, смотрите, есть статистика по прививкам. Есть статистика, да, некоторые дети хуже реагируют, чем другие. Даже есть летальные исходы. Это задача врача, лечащего. Не просто там всем подряд. Но вы меня извините, если мне врач скажет, давай мы твоего ребенка привьем, есть, конечно, статистика, что он умрет, но если статистика, что он не умрет, выбирай. Есть группа риска, называется группа риска. Это специальный вопрос. Конечно, так это же задача врача установить, этот ребенок подлежит вакцинации или не подлежит вакцинации. Если врач находится в ситуации, когда он не может доложить своему главному врачу, что я ему не сделал эту вакцину, потому что ему это не показано, а врач имеет разнарядку всех вакцинировать, главный врач. Так кто здесь, здесь же проблема не в вакцине и в ее несовершенствовании. Проблема в... Проблема решает все, все остается людям. Если страна, в которой коррупция большая, то рассчитывать на то, что врачи будут правильно себя вести... Я знаю, что провела эта оптимизация медицинских учреждений. Ну, как вот сейчас, допустим, объявить, что всем делать вакцинацию, врач определяет, кому делать, кому нет. И тут же дать разнарядку, чем больше делаете, тем лучше. Ну, вы понимаете? Это совершенно другая сторона вопроса, Хасай. Это совершенно другая сторона вопроса. Я стараюсь учитывать разные стороны, понимаете? Знаете, одна сторона вопроса, что мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что этот вирус действительно остановил экономики многих стран, притормозил, остановил, и пока еще мы последствия не понимаем. Это минус. Ну, это, опять-таки, у нас дилемма. Либо, скажем так, вот в таком спящем, полуспящем режиме еще существовать какое-то время, маски на лице, карантин, полукарантин, гибридный карантин, либо усиленными темпами все-таки эту вакцину создавать. Я к чему хочу вернуться? Что если вакцина, вот, по-моему, или Ветрянки, или, я не помню от чего, 17 лет создавалась, и это были 90-е годы, в 90-е был большой прорыв в создании этих вакцин, то сейчас этот процесс намного быстрее. То есть что такое вакцина? Это вирусы, ослабленные вирусы, плюс удобная среда, в которой они будут храниться, не будут сильно размножаться, но и не будут умирать. То есть вот это оптимальное сочетание. Это задача вирусологов. Понимаете, в чем дело? Если раньше это все было решалось в чашках Петри, или там, да, в термостатах, то сейчас эти все ситуации прорешивают компьютеры. Поэтому срок создания вакцины очень сильно сократился. Это понятно. Он еще сократился не только из-за этого. Он еще значительно сократился, что бюрократии может быть меньше, когда идут прорывные исследования, отчетов меньше, когда идут прорывные исследования, коммуникации лучше сейчас, когда можно быстрее получить информацию. Конечно, все время. Но есть время клинических испытаний. Время, которое никак не сократишь, потому что это биология. Это биология. Когда ты вот, ну как сократишь время? Вот мы убрали все другие недостатки, которые затрудняли время испытаний, убрали за счет современности и актуальности. А есть чисто биологические закономерности, которые никак ты вот не заставишь мышку прыгать выше головы, если она может только бегать. Ну, 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 ну что ты сделаешь? Поэтому, когда люди все смешивают в одну кучу, не разделяют мух от тараканов, а сразу ведутся, вот, я за вакцины, а я против. Ну, вот не обсуждая вот такие, я почему вас пригласил, Маргарита? Чтобы мы с разных сторон подходили, чтобы вообще все вопросы, люди научились решать с многосторонним анализом, с многосторонним анализом. Согласна. Согласна. Почему у людей такое, скажем, агрессивно настороженное отношение к вакцинации? Потому что, живя вот в этом вот, в море вот этих фейков, которые вокруг распространяются, люди не знают, к чему верить. И как, еще есть такое, вы помните, назвали это Чернобыльский синдром с этим коронавирусом, когда начались только первые факты поступать, Чернобыльский синдром. Что бы ни сказали у нас в средствах массовой информации, люди привыкли этому не верить. Поэтому даже... Потому что дискредитировали себя. Дискредитировали, совершенно верно. С информацией. Почему в правительство не поверили? Потому что правительство потеряло доверие. Но это же все одно с другим связано. Ну и да, и тут же, да, два плюс два сложить, четыре получают. Конечно, но если бы постоянно по телевизору время от времени говорили неправду, вот одна появляется отношенческая стратегия населения. А когда говорят правду, другая. Так это же от кого зависит? Это же зависит... От тех людей, которые принимают решения. К сожалению, мы с вами в этом очень... Практически мы лишены возможности участвовать в процессе принятия решений. Вы меня простите. Я эти несколько поколений видел. Я видел тех, которые принимают решения в Советском Союзе. Я видел тех, которые принимают решения на переходном периоде к новому. А сейчас, когда вопиющий вектор материальной заинтересованности, и при этом говорят о наших традиционных ценностях, вопиющий вектор, когда всех бросили на самозанятость, всех бросили на то, чтобы они были предпринимателями, и потенциальных композиторов, и штангистов, и шахматистов, и писателей, и людей творческого... Всех бросили на предпринимательскую деятельность, да еще закрыли кислород. Нет никакой возможности человеку. Даже в изоленке зарабатывают. И при этом потом говорят, почему вы не доверяете нашим вот таким вот авторитетным источникам. Ну и, естественно, не доверяют. Поэтому, как говорится, да, как это, что посеешь, что и пожнешь, да? Да, ну вот мы в итоге пришли к какому выводу? Я считаю, что наша задача, почему я с вами начала, вступила в этот диалог, еще есть несколько людей, с которыми я вот такого плана поддерживаю. Я считаю, что наша задача вести просветительскую работу. То есть иметь совершенно достоверную информацию, перепроверять источники. Сейчас это возможно. Перепроверять источники и давать информацию ту, которую человек в состоянии вместить. Вы помните, в Библии сказано, умеющий уши, да, услышит. Потому что если человек не может вместить этой информацией, он ее и не сможет им переварить. Тогда, пожалуйста, вы, которые вот это все смотрите, Маргарита, да, с большим уважением к вам, поэтому вы дайте совет всем, всем на земле, землянам, да, в Москве, в Питере, в Питере. Ну, я бы так далеко не шла. Потому что, да. Ну, да, 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 да. Что делать? Вакцинироваться? Вакцинироваться? Нет, значит, вакцинироваться. Влиять на организм человека. Мы же об экологии говорим. Значит, сейчас вакцины нет. Экология, опять же, только улучшит интернет. Вот там в каких-то странах есть, нормально все работает, когда 3G запускали, говорят, то же самое, такой страх был, нормальный 3G, вот видите, мы все, просто детям не надо все время с айфонами, с этими магнитофонами, чтобы мозг не калечить. А что самое главное, которые запускают это дело, они своим детям не дают телефон в кармане носить, берегут. Ну, мы не знаем на самом деле, дают они или не дают, может, не проверяем там? Мы не знаем, просто я хочу вас спросить, вот вы занимаетесь просветительской деятельностью, и вот вы мне скажите, это ипо-джи, это на самом деле опасно или нет? Мы не знаем, и вряд ли сейчас мы узнаем, потому что это нужно, нету еще, вот этот, как вы назвали, клинические испытания, то есть должно пройти какое-то время, должна быть собрана информация. Когда мы поджаримся, то потом скажут, да? Ну, смотрите, когда придумали, подождите, придумали паровозы, люди же боялись паровозов, боялись ездить, оказалось, ничего страшного, самолеты, тоже, тоже, наверное, опасно и страшно, но как-то живут. Ваш разговор приобретает потрясающе интересный оборот, и поэтому я вам предлагаю, я вам предлагаю, мы сделаем следующую встречу, а к этому времени вы накопите еще аналитической информации, потому что я вижу, Маргарита, что ты очень интересный человек, и что ты очень этим интересуешься для пользы людей. Я тебя прошу, вот у нас школа человек будущего, хомофутурс. Мы сейчас выложим это видео, они все наблюдают, чем мы занимаемся. Мы занимаемся анализом, анализом ситуации, что значит внешняя экология человека и внутренняя экология человека. Я лично занимаюсь внутренней экологией среди человека, внутренней, психофизиологической равновесии. А ты занимаешься внешней, да? Чтобы обручить... Ну, в каком-то... Да, в каком-то... Я пытаюсь соединить и то, и другое, такая синтеза... Атмосфера, вода, вот это все, да? Я вот этим не занимаюсь. Я занимаюсь только внутренней экологизацией человека. А ты вот внешне... И мы еще кого-то туда пригласим. Давай мы сейчас объявим. Все, кто занимается анализом внешней, внутренней экологизации человека, подключайтесь, мы можем сделать такой какой-то стрим, или как это называется, Наташа, когда на зуме можем там включить... Совещание такое сделаем, пускай все вот подготовятся со своими мнениями. Да. И мы сделаем это, да. Прекрасно. Прекрасная идея. Поддерживаю. Двумя руками за. Спасибо большое, что оказали мне такую честь. Спасибо вам, Маргарита. Давайте будем готовиться тогда. До встречи. До встречи. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. И очень благодарен. Спасибо большое. До встречи. До свидания. До встречи.